итак всем привет у нас сегодня снова рубрика давай поговорим об этом сейчас подключится татьяна и сегодня мы выбрали очень интересную тему а именно про страхи она у нас на прошлой теме возник этот вопрос да что сильно многие боятся чего-то и мы решили поподробнее эту тему разобрать чтобы понять что такое страхи как с ними работать и тут сразу да привет привет сразу возникла тема зоны комфорта всем привет татьяна бегу бегу сегодня у меня день такой у тебя сразу несколько вебинаров встреч и так далее встречи погрузок разгрузок и все остальное мы с дарьей кстати вчера разговаривали решили сделать это оставить комментарии поэтому вы можете писать вы можете задавать вопросы потому что тема тема актуальная да всем здравствуйте здравствуйте как у вас погода бегала в магазин попала под ливень у нас тоже самое холодно и прям вот это прям ливень что холодно достаточно комфортно но так не жара но это ну пока побежала в магазин выхожу и опа ай 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 да поэтому ну нет вроде сейчас уже высохло поэтому такие дела ну давай начнем про тему страхов она у нас возникла на прошлой встречи да когда мы в пятницу с тобой проводили что многие в продажах чего-то боятся то есть чего боятся непонятно в продажу ну ну да но у нас просто вот в продажах возникло что многие почему-то боятся вот и поэтому как бы мы решили поговорить на тему страхов и сама тема страхов очень сильно перекликается с темой зоны комфорта вот поэтому сейчас просьба ко всем кто сейчас присоединяется напишите ну во первых да в чат часто ли вы испытываете чувство страх чувство страха и как вы с ним справляетесь да чтобы может быть у кого-то тоже есть опыт есть какие-то свои приемчики как они это делают скажи тань у тебя есть такие страхи которые которые тебя парализуют ну сейчас я просто так задумалась вот раньше было очень много прям катастрофично сейчас немножко попроще сейчас немного как-то вот вот ну легче я живу в этом плане то есть его видимо работала я с собой страхов практически не поэтому много проходило тренингов именно и у евгения демидова и у ирины бочкаревой именно по психологии именно вот психологические вот какие-то моменты поэтому про страха у меня немножко ну проще я даже не знаю что сказать данной ситуации но у меня вопрос к тебе скажи пожалуйста все ли подвержены страхом вообще люди ну вообще это естественно реакция и кстати вот вот и ты знаешь да мою такую особенность если мы начинаем про что-то говорить про какую-то тему только мне начинает приходить информация вчера точно так же то есть ну как бы я понимаю что мы про эту тему будем говорить и мне буквально ложусь уже вечером спать буквально какая-то ссылка в инстаграме я захожу и тоже девушка рассуждает на тему страхов и показывает очень классную картинку и как раз про зону комфорта и страхи ну злость это другое чувство да это не про страх это про злость но я пишу как раз да вот эту ситуацию что сейчас происходит и как так работает как раз на страхах смотрите в любом случае испытывают все страх только все по-разному с ним справляются и вообще страх рождается вот это появляется он когда мы выходим из зоны комфорта то есть мы когда мы что-то делаем привыкаем делать или окружаем себя удобными вещами удобной атмосферой все что или привычной атмосферы да то есть например сначала нам страшно водить автомобиль да то есть это что-то новое появляется но когда мы привыкаем этого страха нету ну да да страх рождается в тот момент да в тот момент когда мы выходим вот этой зоны комфорта и почему многим страшно выйти из зоны комфорта именно потому что а там неизвестно что то есть ты уже привык это делать там неоднократно включаются автоматические реакции поведенческие паттерны которые ты просто ну вот ты так привык а тут что-то неизвестно а ясни слово паттерны это закрепленные шаблоны поведения то есть это действительно как мы привыкли вести даже не то что как мы привыкли себя вести а как мы привыкли реагировать на разные ситуации и на разные воздействия на нас да то есть на нас что там там какая-то какое-то внешнее воздействие и мы по привычке начинаем делать и мы сколько раз вот с тобой тоже обсуждали да эту тему что мы действительно в стрессовой ситуации в неизвестной ситуации даже если мы что-то натренировали какой-то навык да там отработки как реагировать на эмоции еще что-то но в стрессовой ситуации вылазит все говнецо которое было вот еще на самом деле прям катастрофично да и вот как раз очень классно вот так раз девушка размышляла по поводу того что сейчас происходит да вот с этим вирусом и так далее и вот мне хотелось бы сегодня показать как раз на примере того что происходит вот с к видом да вот этот по поводу страха ну и давай сделаем 1 сетевики по поводу как раз сетевого то есть как вот это происходит то есть почему давайте посмотрим вот на формате вируса да то есть то что сейчас происходит все люди привыкли жить определенным образом в мире уже происходит у нас давно не было каких-то резких изменений все было в принципе привычно и когда происходит такая ситуация человек не знает как реагировать он не знает что будет потом он на него льется огромное количество вот этой негативной информации информации и я просто помню у нас все родительские чаты просто заполонились там не отпускайте детей там носите маски там чего только не было мало то что сми да как бы льет так еще вообще все чаты группы чего только не было вот он появляется страх потому что мы нас всех эта ситуация вывела из зоны комфорта мы не привыкли так жить да и получается что мы выходим из зоны из этой зоны комфорта и появляется сразу вот этот какой-то негативная информация страх что будет неизвестность неопределенность мы сами где-то невольно это и притягиваем потому что когда начинаем бояться начинаем о чем-то думать крутить в голове она все начинает притягиваться именно это это психологи говорят из эланд частенько говорит что мы притягиваем то что реагируем в большей степени более я бы так сказала что в любом случае все поддались какой-то вот этой непонятной ситуации я думаю что даже те кто очень прокачаны в разных сферах я имею ввиду что умеют быстро выходить из зоны комфорта и приспосабливаться есть люди которые это в кайф постоянно меняться постоянно выходить из зоны комфорта что-то менять в себе в окружающих такие трансформаторы и для них это мало людей да таких немного я думаю что вот эта ситуация и их тряханула потому что ну как бы совершенно новые условия причем это не просто в единичном случае а мир мир затрагивает и поэтому вот это вот зона когда мы выходим из зоны комфорта мы попадаем в зону страха и как раз вот эти все страхи на нас вообще вот я просто вижу кто-то боится потерять зарплату кто-то боится прокормить детей почему говорят что вот там разводы в семье и так далее потому что все в состоянии стресса все в состоянии вот этого страха что будет дальше ну что происходит дальше в принципе то что мы сейчас уже видим то есть по крайней мере ну это действительно вот так да по России можно сказать что прошло два месяца и следующая зона когда мы учимся жить в такой обстановке и соответственно когда мы учимся мы уже понимаем что ну если если бояться убегать от этого страха он еще больше будет тебя догонять вот в этот период времени мы начинаем фильтровать информацию мы перестаем где-то негативить кто-то уже пошел на работу или начинает учиться другой профессии или работать по-другому ты видишь пошли там дистанционное образование целая куча людей пошли в интернет осваивать что-то новое мы начинаем учиться да да вот эта зона обучения еще один вопрос или договори а то чтобы я тебе не решала я сейчас давай договорю да чтобы уже по следующей зоне потом задашь вопрос я расскажу как это вот на сетевом что тоже так же работает получается когда мы проходим зону обучения то есть по большому счету мы действительно учимся жить в данных условиях то мы переходим в зону роста и в этот момент когда мы обучаемся приспосабливаемся это та же самая эволюция то есть мы приспосабливаемся как в этих обстоятельствах себя вести как жить в новых условиях и так далее и вот в этот момент у нас если мы да ну если мы идем по этому пути не сидим дальше в зоне комфорта и в зоне страха то конечно же у нас происходит рост потому что видишь да что сейчас происходит те кто взяли себя в руки кто научился что-то делать по-другому они вышли в интернет кончились танцы буду идти дальше что сидеть да 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 и все и мы видим это с тобой в работе и в жизни что кто-то сел а кто-то начинает просто действовать вот и еще плюс ну давай задай вопрос и потом расскажу то есть получается у нас сначала идет зона комфорта в эту тему знаешь как как отличить я просто видела на некоторых своих знакомых на подругах я то есть замечаю такой момент что есть у людей которые боятся всего и у них страхи а есть люди у которых как сказать нету чувства самосохранения то есть они вроде бы боятся но чувства самосохранения там где нужно нету вот что это такое как вот это вот различить ты боишься или ты просто ну как вот что это такое происходит ты можешь вот сказать на это смотри ты говоришь про страхи это естественно когда мы чего-то боимся это естественно психологическая реакция реакция человека на то что происходит какие-то изменения то есть все что новое мы по большому счету боимся но те кто умеет с этим справляться и кому-то в кайф но понятно как в любой ситуации я не скажу что это патология но есть особенности у каждого человека и точно так же как ты знаешь есть экстремалы которым в кайф там прыгнуть с десяти этажки с парашютом хотя ну расстояние маленькое вероятно что он там раскроется нету кто-то постоянно восходит в горы и постоянно с собой рискует то есть тут я бы сказала да тут есть ответ в нумерологии я думаю что есть и психологические даже не то что я не хочу говорить не про отклонения а именно про особенности психологического предрасположенность может быть нумерологии да в нумерологии есть конкретные показатели что у человека есть склонность к экстриму он не боится то есть у него у него файла что что-то может произойти нету и плюс здесь еще срабатывает один момент вот как раз я хотела сказать про физиологию когда мы испытываем стресс мы испытываем различные то есть у нас в кровь поступают разные гормоны разные вещества то есть в состоянии стресса и у нормального человека на стресс да нужно ну вот самая такая воздейственная мера что нужно сделать когда вот есть страх есть вот этот стресс нужно двигаться активно и когда активно человек двигается кровь быстрее работает и соответственно быстрее все эти вещества уходят активно двигается что бегать заниматься спортом а прям физически прям телом активно двигаться да физическая активность и причем вот да я по поводу и сказала информации вчера тоже интересную штуку то есть ну как бы я вообще этим ну не то что я не увлекаюсь но просто услышала что оказывается у славян у древних не случайно низкий поклон прям в пол причем именно вот на прямых ногах и поклон в пол когда такой поклон то в этот момент выходит как сказать излишки желчи а как раз вот этот момент усиливает да 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 усиливает обмен веществ в организме и соответственно вот все вот негативные какие-то вот эти гормоны которые отвечают да за воздействие на мозг чтобы человек дальше продолжался в стрессе находиться в стрессе они выходят то есть через подожди я правильно поняла что ты даешь сейчас рекомендацию встали утром чтобы желчи брать сделали несколько поклонов пол на прямых ногах физическую нагрузку делали и пошли не бояться да вообще в принципе многие тренеры многие коучи да интересные все все говорят про то что для того чтобы изменить свое психологическое состояние можно влиять через физику и действительно ну когда ты будешь относиться что опять эта тренировка опять бег то конечно ничего хорошего не будет но если ты понимаешь что ты это делаешь в кайф и делаешь для того чтобы твой организм восстановился и получил другие гормоны радости и счастья то есть произошел обмен то как раз физическая активность сейчас может помочь и что мы сейчас видим что целая куча людей ну во первых вынуждена как бы перестала активно двигаться то есть все тренажерки закрылись и так далее и вот у нас тут недалеко лесок там стоят на улице тренажеры я просто была поражена последний раз сколько там именно профессиональных спортсменов то есть это не просто люди которые пробежали ну и решили там побаловаться мы таких раньше видели а тут видно что у них очень качественная очень дорогая спортивная одежда инвентарь это те люди которые прям занимаются профессионально у них привычка постоянно двигаться и соответственно такие ну физическая активность и такие люди реже испытывают стресс реже испытывают страхи ну просто потому что они за счет физики воздействуют на свое психологическое состояние им некогда ну по большому счету им некогда думать прям родился родился вопрос вот например если у человека вот мы понимаем что те люди которые больше двигаются спортом занимаются по сути это здоровый образ жизни и у них меньше страхов да на физиологическом уровне но если можно ли дать такой вот какой-то совет например людям тем кто предрасположены к страхам и боятся очень часто очень многого можно ли что-то какое-то вот вот какие-то действия делать одно дело ты сказала брать и идти но ведь многие так и не берут и не идут только лишь потому что их парализует этот страх можно ли что-то им какой-то совет вот более упрощенным варианте что-то изменить так ну тут смотри тут есть такая палка о двух концах про то что ты говоришь я понимаю с одной стороны да что понятно есть страхи с которыми человек не может справиться то есть ну не может он справиться и в моей жизни тоже был такой то есть он то есть что я надеюсь он был то есть это естественный страх но он был настолько меня парализовал что у меня были панические атаки и соответственно нужно понимать причину потому что может быть это естественно например 안녕 Paris детей, то у нее, естественно, ну, опять же, да, есть тоже исключение, у некоторых не включается материнский инстинкт, ну, есть такие, действительно, у которых не включается он вообще. И, соответственно, если у мамы включается материнский инстинкт, то она начинает переживать, я не скажу прям сильно бояться, но все равно есть какие-то опасения, чтобы было все в порядке, да, или там, когда особенно малыш, он первый, ты боишься его оставить, как бы он там не упал или еще что-то, то есть это что-то новое, и по-большому счету, ты просто начинаешь туда идти, ты идешь в страх. Но здесь точно не справляешься. Мы когда в роддоме лежали, извини, я перебью просто, один, историю из жизни, мы в роддоме лежали, а у меня из-за того, что трое не родилось, они же крошечные были, они были все в кювезах. И, по сути, мне спи не хочу. Но я была поражена, когда со мной вот лежали девочки, их малыши, карпузики такие хорошие, пекали, кряхтели, и я вот прям просыпалась через каждую минуту, вот, и вставала к их детям, потому что то ли у меня вот это вот незаконченное, что нет рядом моих, а они спали благополучно, то есть у них вот, может, от усталости, а может быть, страха какого-то не было. Ну, да, тут надо смотреть, потому что все-таки, когда нет вот этого совсем материнского инстинкта, он случается, тут, конечно, больше такая... Я могу сказать, что там есть, конечно, предрасположенности... Ну, нет, это нехорошие мамочки, но вот что-то там такое вот срабатывало. У кого-то просто позже включается, да. А согласись, что если, например, это не первый ребенок, а, ну да, у тебя сразу трое, да, то если, например, у меня, когда рождались, то с первым у меня было состояние паники, и со мной надо было, я специально брала платную палату, чтобы со мной находилась мама, ну, потому что, ну, страшно. То, когда я третью родила... Какая мама! Какая платная палата! Раз-раз, и все хорошо. Мне, наоборот, было кайфово, никакой платной я никакой не хотела, потому что это классно, что ты можешь пообщаться с девчонками, мы до сих пор с тремя получаем, с двумя, да, вот мы трое, нас лежало четверо, ну, с двумя девчонками мы еще общаемся. Поэтому, ну, как бы, наоборот, это было классно. Поэтому у меня не было... Уже не было... У меня не было страха, кстати, да, по поводу, опять же, страха. У меня не было страха, что, как бы, что-то произойдет с ребенком после того, как все случилось, но у меня есть... Был страх перед самыми родами, потому что у меня все трое родов очень тяжелые, очень, как так вот, тяжелые роды, и, соответственно, когда я уже поехала в роддом, мне было страшно, потому что есть негативный опыт, да, вот, кстати, вот иногда еще страх таким образом формируется, когда ты предполагаешь, да. Что-то предполагаешь, а может быть, на самом деле и не может, может и не быть этого. Может быть, это твои, как говорится, тараканы в голове, и твои эволюционные трудности просто-напросто. Да, 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 да. А как понять, что это... Вот, а может быть, дашь совет людям, ну, и мне будет очень интересно понять. Как понять, ты придумал этот страх или это на самом деле? Слушай, ну вот ты до этого задавала вопрос, да, еще по поводу, что может быть у всех, не у всех, и этот вот с этим вопросом перекликается. Я могу понять, что, ну, во-первых, да, можно пойти к психологу, начать работать, ковыряться в этом и так далее, потому что, ну, если он тебя сильно не беспокоит, то, по большому счету, можно просто один из первых методов пойти в этот страх. То есть, а посмотреть что-то, потому что он реально может быть не страшный. А как? Ну, например, да, вот если мы берем ту ситуацию, которая сейчас происходит, ну, мы просто представляем картинку, что, ну, вот, ну, вот все, ну, вот все болеют, ну, и что, ну, все переболеют. Болели другими болезнями, болеют люди гриппом, болеют пневмониями, другими видами и так далее. Что произойдет? Ну, не очень хорошо, конечно, сказано, да, что все люди смертные, и у каждого свой какой-то срок наступит. Поэтому я в это верю. Да, за некоторым исключением, да, если там что-то сделать, тебя, может, пораньше там заберут, да, или ты пораньше решишь уйти. Ну, в любом случае... Ну, все равно же здесь нужно как-то себя оберечь. Это же не значит, что нужно на пролом пойти как вот... Ну, да, да. Вот, например, не надо ходить по магазинам, облизывать все витрины для того, чтобы этим заразиться. Ну, то есть... Ой, я представила, картинку пошли! Короче, я, чтобы страх свой убрать, пойду оближу витрины. Ну, другой еще, да, например, другой может быть страх. Если ты боишься высоты, ну, как бы, ну, не покупай квартиру на высоком этаже. Потому что у меня была знакомая очень давно, я только начинала учиться еще на психологии, тоже подруга моей сестры из Питера, переезжала сюда, в Челябинск училась, тоже на психолога. И у нее был страх высоты, очень сильный, но он ее настолько затягивал, что она выходила на балкон пятого этажа, она смотрела вниз, и мы просто с ней как-то хохотали. Она говорит, Даш, ты не представляешь, это просто какое-то жутько. Ну, так хочется спрыгнуть! То есть она боится, но ей хочется прыгнуть туда. То есть, ну, это вот как бы, ну, так аккуратно, да, если ты боишься высоты, не факт, что надо с парашютом прыгать для того, чтобы это преодолеть. Но самые действенные все-таки способы, да, это все-таки поработать либо с психологом, либо как вот то, что я сейчас, да, обучилась тета-хилингу, потому что, ну, по большому счету, это может быть какое-то, ну, что-то произошло в жизни, может быть, в детстве, ты испугался, ты можешь не помнить вообще эту ситуацию, но когда происходит что-то подобное, оно у тебя всплывает. И ты нифига не знаешь, откуда это. Ты меня сейчас натолкнула на мысль, почему я в воду, когда вот все на море плавают, а я нет, я так зашла, окунулась, и все. Все правильно, в детстве несколько раз тонуло, и все, все оттуда. И поэтому я, я умею плавать, ну, я, ну, я люблю больше загорать. Вот, все, вот прям вот ты мне сейчас прям напомнила. Не, ну, правда. Самый прикол, как бы тема не в этом, но вот сколько раз я уже консультировала, да, по матрице судьбы людей, есть одна особенность. 18-я энергия, это твоя одна из сильных ресурсных энергий, она восстанавливается в том числе через воду. Через воду. В разных ее видах. И искупаться. СПА-процедуры, да. Ну, то есть право про воду. Но почему-то, по-моему, один или два человека мне сказали, что я кайфую в воде, все остальные боятся. Знаешь, почему? Потому что у 18-й энергии важно преодолеть свои страхи. Освободиться. То есть одна из задач, потому что, да, вот есть такая предрасположенность, что мы притягиваем хорошее и плохое, и очень часто акцентуация идет на страхах. И если мы позволяем их войти в свою жизнь, значит, всю жизнь будешь, да, ну, по большому счету, задача отработать эти страхи. Да, да. Освободиться. Прямо задача освободиться, и они преследуют очень часто таких людей вот эти страхи. А если ты освобождаешься, ты, получается, освобождаешь вот эту энергию, возможности что-то делать, творить и так далее. Вот. И поэтому, ну, вот как бы особенность. А освободиться именно психологически освободиться, или все-таки какого-то тренера взять, чтобы он тебя помог? Ну, тут можно, про то, что я говорю, что это можно с психологом работать, это можно с коучем работать, то есть разные, по сути, тренеры, разные коучи имеют теми или иными инструментами. Например, да, там и энергопрактики есть, которые тоже по освобождению, причем они все разные, главное просто в это, ну, как бы с этим работать, для того, чтобы, ну, это освобождается куча сил для того, чтобы что-то делать по-другому. Во-вторых, ну, в твоем случае, да, тебе может по-другому приходить энергия. И иногда ведь страхи не наши, то есть, да, если мы коснемся еще этой темы, то очень часто это бывает. Я отключусь и подключусь, кто-то бы звонил, я звука не слышу, сейчас секундочку. А, давай, давай, отключайся. Я тогда продолжу просто. Иногда бывают у нас страхи, которые не нами созданы, то есть, да, вот про то, что я ситуацию говорила, что иногда бывает, что-то произошло в детстве, и мы уже не помним эту ситуацию, но ее транслируем во свою взрослую жизнь, когда происходит какая-то ситуация, у нас внутри включается механизм, и мы начинаем чего-то бояться, да, или что-то как-то нас начинает беспокоить. Но бывает, и я действительно сейчас раз консультирую как тета-практик и как нумеролог по матрице судьбы, то, соответственно, я вижу ситуацию, когда страхи бывают не наши. И эти страхи могут быть переходить от наших родителей, нам доставаться, это могут быть страхи, которые от наших, не просто родителей, а от наших предков, от бабушек, дедушек, да, то есть, например, даже вот в тета-хилинг мы про это говорим, что на разных уровнях мы можем какие-то убеждения себе принимать, да, и, например, та же ситуация в Великую Отечественную войну, когда очень многие наши родственники голодали, недоедали, и у многих сейчас, у многих сейчас, кто, ну, вот, наши уже поколения переняли страх остаться без денег, остаться без еды, без средств существования и так далее. Татьяна, да, Татьяна присоединилась, я говорила, я говорила про то, что мы иногда страхи перенимаем от наших родственников, от родителей и от общества, то есть, вот Великая Отечественная война, это очень такой показательный пример, когда жены боятся отпустить мужей, да, какие там страхи были, остаться одной, не прокормить детей, я прям даже встречала, по-моему, ситуацию, не помню, где сейчас, в каком-то тренинге, прям скрылась ситуация, что женщина боится, что переживает за детей и так далее, но это не ее страх, это страх генетический, то есть, когда-то во время войны, она боялась, что вот война и так далее, и так далее, и детей просто, ну, не станет, но я, кстати, очень долго доедала еду, потому что мама прошла через войну, она меня заставляла, я уже не хочу, она говорит, доедай, не выйдешь со стола пока не это, я долгое время доедала, даже если не хотела, вот какой-то был момент вот такой вот, тут есть один момент, что, во-первых, нас так могут воспитывать, да, то есть, мама может говорить, мама может заставлять, я рассказывала про этот голод, понимаешь, вот что, я понимаю, у меня точно так же бабушка, то есть, она мне прям говорила, Даша, ни в коем случае с хлебом нельзя играть, хлеб это самое дорогое, что нельзя ничего оставлять на тарелке и так далее, но это когда он говорит, по большому счету, мы в это либо верим, либо не верим, то есть, мы принимаем, а иногда бывает, что родственников уже нет в живых, то есть, и по большому счету, мы никак с ними не общались, но этот страх достался, потому что в обществе жил этот страх, то есть, в самом окружении вот этот стресс, и у меня посетила один раз мысль такая по поводу того, что в каком состоянии наши дети сейчас живут, то есть, в обществе опять вот этот страх и негатив, но я надеюсь, да, что как бы все зависит от нас, прежде всего от родителей, то есть, как мы будем жить в этой ситуации, мы будем постоянно негативить или мы будем постоянно на позитиве просто заниматься своими делами, вот, то есть, когда у меня у сына старшего ввели дистанционку, ты знаешь, что я две недели сидела с ним, мне важна была задача его поддержать, чтобы он привык, и когда он вчера, вот вчера буквально, он говорит, мама, у всех уже закончилось 15-го числа, мы в Челябинске, все, учимся до конца года, я говорю, он потерпи, вот потерпи, если ты сейчас, говорю, вот ты сейчас ворчишь, вот что, вместо того, чтобы лечь спать, ты сидишь и ворчишь, не можешь изменить ситуацию, но мы не можем изменить ситуацию, ну потерпи немножко, и расслабишься, принять это, и не бояться, что там, что-то там не произойдет в жизни, и все, вот, и он там ворчит, что там неправильно оценки выставляются, и далее, я говорю, тебе это как сейчас, тебе выставят оценки, я мог не заниматься, только итоговую контрольную, типа сделать, и все, я говорю, давайте так, вот когда оценки выставятся, если мы увидим, что эта система работает, вот тогда мы будем что-то делать, сейчас смысл нервничать, и так далее, то есть когда мы, говори, говори, когда мы, да, когда мы, ну, живем как жили, да, и по большому счету, ну только изменение в том, что, ну там, редко гуляем, да, и куда-то особо не ходим, и у меня тут девчонки уже несколько дней подряд плачут, прям плачут, мам, мы хотим в садик, то есть, ну я понимаю, что вот эта вот изоляция, они уже устали, но если там нагнетать обстановку, то будет еще хуже, как бы и так она, ну, висит все это в атмосфере, поэтому не нужно, да, лучше поддержать. Мне хочется еще, сейчас задашь вопрос, мне хочется коснуться темы, из своего опыта, вот я тебя просто слушаю про детей, потому что у тебя детки еще маленькие, а у меня-то уже взрослые, вот 30 июля им будет 30 лет, поэтому всем троим, поэтому, да, а им будет 30 лет моим сыновьям, вот такой момент, когда-то были крошечные, но я вспомнила, слушая тебя, что на самом деле, я очень благодарна, вот я сказала, что у меня страхов мало в моей жизни, потому что мои родители позволяли, и даже специально, отец меня крошечную садил за руль на коленке, и я не боялась, то есть я скорость почему люблю, машину люблю, потому что он меня к этому привычал, были ситуации в моей жизни, когда меня научили ремонтировать электричество, и я даже мне несколько раз бахала током, потому что я в темноте, в щиток заходила и говорила, ой, ток прошел, вот бесстрашная я какая-то была, потому что, ну, много вот, не то, что позволяли, а конкретно давали возможность испытать это в жизни, и вот, может быть... Давали возможность выйти, выйти из зоны комфорта, очень многие родители закрывают и не дают детям попробовать что-то. И я, конечно же, понимала, что я все время маме, отца, к сожалению, папы у меня давно со нами нет, но я задавала вопрос маме, мама, как вы так вообще, ведь страшно же за ребенка, вдруг он натворит что-то или еще что-то, когда у меня детки росли маленькие. Я говорю, как вы меня так воспитывали, что я ничего не боюсь, что если я хочу, я иду и пробую, если я хочу, то я пошла и это пробую. Вот единственное, что вот с водой, а так вообще бесстрашная какая-то. И она мне вот очень много рассказывала каких-то моментов, и я вот вспомнила, что однажды, когда детки у меня были, им было три года, то мне одна еще соседка дополнительно дала совет, и я попробовала его. Я выпускала своих детей в три года на улицу одних. Это не значит, что я за ними не следила. Я их выпускала, сама спряталась в окошечко, чтобы они не увидели меня, и я наблюдала, что там с ними происходит. То есть все их гуляние я за ними наблюдала. Но вот этот вот факт, действительно, я вот делала вот такой момент. Для того, чтобы научить их не бояться этого мира, для того, чтобы в жизни они могли устроиться, независимо, буду я рядом, будет ли отец рядом, семья будет рядом или нет. И потом, уже потом, когда я поняла, что они справляются, ну, конечно, мне попроще, потому что они трое. Они, конечно, друг за друга помогали друг другу. Но в любом случае, вот в таком возрасте я вот такие вот эксперименты делала. А потом я понимала, что в садик нужно было идти через лес. Это сейчас страшновато идти где-то через лес. Не дай бог, потому что всяких идиотов появилось огромное, множество всяких этих. Но тогда тоже всякое было. И вот я их отправляла и приучала вот к этой самостоятельности. То есть, по сути, я им открывала зону комфорта, которой они привыкли рядом с мамой за ручку. Я им открывала вот этот момент для того, чтобы они привыкали к жизни постепенно. И в садик они через лес шли одни. Я бежала мимо вот так вот этих вот. То есть, я их не отпускала одних. Я им говорила, идите. И у нас кошка была, и она все время их сопровождала, как мамка. Мамки нету настоящей, так мамка-кошка сопровождала до садика. А я по кустам-по кустам наблюдала, что происходит. И знаете как? Я увидела, что по первости они вначале боялись. Вначале где-то оглядывались, где-то бежали. А потом они уже делали другой момент. Они шли и повторяли то, что мы делали с ними вдвоем. Ну вот вместе. Потому что мы когда шли в садик, мы говорили, мы считали, вот там три птички села на дерево, одна улетела, сколько осталось. И я вот эту картину наблюдала. За ними шли люди на работу, взрослые, и хохотали до слез, потому что дети шли и считали. Давай вот, Максим, скажи, вот там вот три птички прилетели, две улетели и сколько осталось. То есть по сути они вошли вот в этот мир и может быть сейчас вот им гораздо проще в жизни, потому что они ничего не боятся. Вот этот момент. Может быть они не то, что не боятся, но им не страшно выходить, им не страшно что-то новое изучать. Что-то новое, да. То есть им может быть и страшно, может быть им и страшно было поехать в Америку, но им было интересно туда заглянуть. Испытать что-то. Да, что там. И поэтому, да, вот например, от страха можно бежать постоянно, и он будет тебя догонять. А можно повернуться, с ним встретиться, и иногда вместо того, что там большого страшного льва, там оказывается маленькая киска, которая просто там мурлыкнула, да. Ну просто сильно нам иногда кажется. Мы так, ну, мозг так интересно у нас устроен. С одной стороны это огромный компьютер, в котором просто огромные возможности, но с другой стороны иногда он нас обманывает, да. То есть иногда на самом деле не то, что мы думаем, да. То есть, ну, как бы вот такое. А, ну да, есть же хорошая фраза. Все на самом деле не так, как мы думаем. Да, да. Поэтому тут... Даша, дай рекомендацию. А дай прям вот рекомендацию людям, которые все-таки боятся, и боятся вот вырваться из этой зоны комфорта, когда они вот-вот мучаются. Просто взять и выйти. Ну, если одной страшно выйти... Прямо конкретно. Если прям страшно, да, ну возьмем, давай вот возьмем прям конкретный страх. У нас сейчас есть такой момент. Мы сейчас не успеем просто, наверное, про сетевое поговорить, потому что большая тема. Я думаю, что мы когда-нибудь в другой раз с тобой проговорим про... Мы не утронем, но... Да, про именно эту сферу нашей деятельности и какие-то... Люди не идут в сетевое, потому что боятся глупостей. Страшно, да. Или есть какие-то, да, какие-то мифы, установки и так далее. Возьмем нашу... Вот сейчас мы набираем новую группу по поводу марафона стройности, красоты и стройности. А, ну да, да, да. Многие почему... Я прям уверена, и мы с тобой увидели эту ситуацию, когда люди входят в марафон, но не делают. И что там может быть? То есть, во-первых, есть страх, что... Ну, я тебе рассказывала, да, что мне прям некоторые проговаривали. Я буду пить там два месяца коктейль, ну, и потом марафон закончится, и я снова поправлюсь. Ну, то есть, это страх того, что ничего не получится. То есть, ну, реально, ну, ничего не получится. И тут можно по большому счёту поковырять, откуда этот страх. То есть, у человека уже был опыт, да, мы возвращаемся к тому, что был опыт, когда он похудел, потом всё вернулось. Или он почему-то кому-то поверил, что кто-то сказал, что это недолго, да? Это может быть такая ситуация. А может быть, человек... У нас была как раз тема, да, на марафоне «Психология личного веса», что очень часто причиной в том, что человек себя не любит, и он готов делать всё для окружающих, но для себя ничего. И это страх выйти из зоны комфорта, начать менять отношение к себе. Как же поменяешь люди-то? Как на тебя будут реагировать? Все будут тыкать пальцем, что ты эгоистка и всё такое. Ведь так же многие говорят. Да, да. И это тоже, кстати, да, вот навязанный страх. Многие даже не украшают себя для того, чтобы никто не сказал, вот она вырядилась, а у неё там это и тра-та-та. Правильно же? Ну, да, смотри, сейчас вот, например, набирает большую такую популярность тема, ой, как они, забыла, те, которые принимают своё тело и прям толстушки это пропагандируют, что они могут... Забыла, как они называются. Ну, я помню. Что можно ходить, да, небритыми, там, ненакрашенными, толстыми, с целлюлитом и так далее, и так далее. Ну, я считаю, что здесь должна быть разумная грань, потому что, да, любить себя в любом проявлении, это кайф. И вот, например, мы там в энергопрактиках, у нас прям есть такое упражнение, когда мы благодарим всё наше тело, да, какое бы оно ни было, и тело начинает отвлекаться. Его любят. Блин, там, за 50 лет впервые тебе говорят, ручка, как я тебя люблю. Да, или... Помнишь, у меня ситуация, одна из моих клиенток была, 55, по-моему, у неё был юбилей, и я пришла ей делать мастер-класс, и она говорит, Даш, ну вот, наверное, надо начать за собой ухаживать. Ну, то есть, ну, вот есть такие, Даш, да, как косы. Да. Давно пора, да. При условии, что там проблемы на лице. Вот. И когда мы меняем к себе отношения, понятно, что вдруг начнётся меняться отношение у остальных. Как это вдруг? Мама съела лишнее яблочко, а не отдала его детям, да? Или там мама себе приготовила салатик, а там дети макароны поели, да? Ну, потому что они просто тупо не хотят... Да, тоже слово тупо, да? Ну, тогда же, ничего страшного. Так это же ещё и чувство вины получается. А, да, там бывает такая связка, прям, да, что ты не любишь себя, ты не имеешь права быть, делать что-то для себя, вот это чувство вины и так далее. Там прям связка. Мы, кстати, в марафоне обязательно, вот я просто поняла, что это очень важно, и у нас многие как раз на этом уровне и отвалились, просто потому что они не смогли перешагнуть вот этот шаг, и я прям готовлю, да? Они не отвалились, они в наблюдательной позиции сейчас, да. Ну, они просто перестали делать. И для того, чтобы мне хочется, чтобы все получили результат, ну, максимально, кто хочет. Мы имеем. Тем более у нас такие результаты есть, да, шикарные. Да, да, да. Те, кто прям делает, те, кто всё следит, они получили классные результаты, там, по-моему, 5-6 килограмм. И причём я уверена, что если человек дальше будет просто применять вот правила, принципы правильного питания, даже отменяя коктейли, он будет поддерживать вес. Ну, в какой-то момент снова просто перестраиваться и снова, да. И он имеет инструменты для поддержания своего веса и здоровья. Очень важно. Вот. И поэтому в марафоне, да, я готовлю загрузки, выгрузки с помощью вот этого практик, для того, чтобы вот как раз поработать на уровне установок убеждений. Их страхов, потому что они всё равно равны, получается, да. Ну, они не равны, да, как бы разная природа, но они... Одновытикающие. Да, потому что иногда мы боимся пойти в что-то новое, а новое – это начать любить себя. И поэтому, когда люди спрашивают, а как начать любить себя, ну, просто, ну, обрати внимание на себя. Что ты хочешь на самом деле? Какой ты хочешь быть, да? Любить себя, ну, вот, ну, просто любить. Утром вставать, я не говорю, я тут не отвергаю там самодисциплину и так далее, что... Но если тебя сегодня, ну, вот, ты никакая. И ты можешь себе позволить... Позволять. Позволять. Да, да. Можешь себе позволить расслабиться, расслабься сегодня, чем тебя накроет потом, и ты там, ну, знаешь, да, включается психосоматика, начинает человек болеть, какие-нибудь там страшные заболевания и так далее. Вот чувство вины очень часто так коррелирует с... Ну, связка есть с раковыми заболеваниями, потому что, ну, по большому счёту, чувство вины – это когда мы сами себя съедаем. Вот. Поэтому от чувства вины точно надо избавляться, потому что это такое очень нехорошее. Но оно, к сожалению, формировалось очень долго у многих людей в обществе. Да, вот это ты должен, тебе надо там этот синдром хорошей девочки, синдром отличницы, надо учиться только на пятёрке. Да кто сказал, что надо так учиться? Ну, то есть, ну, во-первых, не всем быть... Страх, что обо мне подумают. Страх, что обо мне подумают. Страх не обидеть. Да, 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 там много... Лучше я себе ущерпывала, лишь бы обо мне хорошо думали. Даш, у нас времени мало осталось. Давай подведём итог. Первые какие-то небольшие рекомендации людям на пальцах, как мы с тобой делаем. Первая рекомендация. Ну, смотри, у нас всё-таки тема – это зона комфорта и страхи, да, то есть вот про страхи. Что мы делаем? Если мы понимаем, что мы сталкиваемся с новой ситуацией, это может касаться то, что сейчас происходит, это может быть касаться, например, смены деятельности или ещё чего-то, что мы делаем? Да, и темнеет всего там, ну... Да, мы, если, ну, первым делом нужно пойти в этот страх. Ну, просто начать что-то делать. И она на самом деле... Попробовать, да. Попробовать. Да, например. Страшно сделать, например, пойти на новую работу, ну, взять и просто попробовать, да, там, позвонить, записаться на собеседование, да. Вот. Если совсем страшно, то лучше, конечно, найти помощника, потому что, ну, как бы, если совсем прям, да, вот какие-то... Сопродаждающего какого-то коуча или... Да, наставника, психолога, коуча. Подожди, это уже второе. Первое – шагнуть самому. Попробовать. Сделать шаг. Да, это первое – шагнуть самому. То есть расширить, начать расширение зоны комфорта. Второе – найти помощника. Найти помощника, если страшно это сделать самому, да. Ну, и третий момент... А какие помощники бывают? Психологи. Психологи. На них практики по тета-хилингу у тебя, да? Коучи, тета-практики, это могут быть энергопрактики и так далее. То есть люди, которые работают. А нумерология может дать возможность понять, что с тобой происходит? Тоже же это помощник в твоей категории? Слушай, ну вот... Ну, как подсказка, например. Нет, там может быть подсказка, там может быть подсказка, но сама вот нумерология, да, она не поможет туда пойти и решить этот вопрос. То есть ты можешь увидеть причину, хотя тоже не факт. Вот. Поэтому здесь лучше идти в тета-практики, в энергопрактики, те, кто может работать с подсознанием, потому что, ну, так проще вытащить эти причины. Вот. Третий пункт. Ну и следующий... Что еще делать? Мне очень понравилось физическое, которое ты сказала. Встаем по утрам, наклоняемся. Да, да. Круто. И мышцы подтягиваются. Да, 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 да. И здоровье и так далее. Но это, опять же, я бы отнесла к тому, когда ты можешь справиться сам. То есть ты, по большому счету, идешь сам в этот страх, и ты используешь, ну, все, что ты знаешь, в том числе какую-то физическую активность. То есть это может быть отдых, это может быть сделать что-то, что тебе нравится, это, наоборот, отдохнуть, устроить себе отпуск, да, что иногда действительно... Отборить себя. Что-то, да, что-то сделать для себя приятное. Давай это четвертым пунктом. Здесь физическая нагрузка. Все-таки мне это очень понравилось, то, что ты сказала. Я даже слышала, что если вам плохо, возьмите, начните приседать или идите по ступенькам, по подъезду походите. Да, Тони Робинс предлагает попрыгать на батуте. Да, да, да. Потому что прыгаешь на батуте, и у тебя начинает прокачиваться энергия. А вот этот уже четвертый пункт, вот то, что ты говоришь, это, позволить. Как можно себе позволить? Что нужно сделать? Я знаю, что у тебя есть очень хороший... Ты обучалась, есть очень хороший опыт. Я себе позволяю. Что можно вот на первом этапе человеку? Ну, это вот такие элементарные, да, это может быть те же аффирмации, когда ты прям проговариваешь те же вот даже фразы, которые ты сейчас говоришь, что я себе позволяю. Действительно, у меня при условии, что я очень много разных практикую, один раз был, вот как раз ты вспомнила, да, эту ситуацию, когда я вдруг поняла, что я могу себе позволить это. Да, да, я просто умру себя чувствовать. Да, внутренним вот состоянием почувствовала, что я и правда могу себе это позволить. Вот, и когда ты вот соединяешься. Но опять же, тут, понимаешь, тут не каждый сможет это сам сделать. Я согласна, но хотя бы попробовать, попробовать разрешить себе что-то. Например, запланировать себе отдых. Я в свое время не умела отдыхать, я начала просто планировать. У меня обычно после закрытия каталога первый день, понедельник, всегда был отдых. Сейчас не получается, но я просто вот другие моменты выдергиваю. Ну, просто я начала себе позволять вот это. Пятый пункт, что еще? Отдыхать в любом случае, да, надо. Ну, и пятый пункт, это мы работаем уже с глубинными установками, убеждениями, страхами, которые у нас есть. То есть это уже глубинная проработка с бессознательным, да. Это опять же могут быть разные специалисты, есть и психологи, которые очень классно работают. То есть те, кто обладает разными инструментами. Кто-то психоанализом, кто-то гештальтисты, да, то есть разные способами. Это тетапрактики, это энергопрактики тоже, потому что очень много разных. Вообще под энергопрактиками я понимаю всех людей, это может быть и рейки, это может быть разные энергии. Ну, то есть, тренеры, которые работают с разными энергиями в теле организма. Это те же и чакры, и так далее. Ну, нужно я в эту тему вот тебя сейчас немножко остановлю, потому что их очень много. Их очень много, да. Их очень много. Я могу просто сказать, что я прошла очень много таких моментов, ну, вот проходящих. Но я могу сказать только то, что я, когда проходила у тебя, когда мы с тобой делали под эту хилингу определенное вот вытаскивание на мой вопрос. Знаете, как так интересно, я задала вопрос, Дарья, мы полезли туда, и вылезло то, о чем я даже вообще не думала. И потом я отследила, что это прям вот на самом деле вот этот страх, вот это состояние дискомфорта, оно, оказывается, у меня периодически происходит в определенное время, именно когда происходит вот подобный. Но настолько это было безболезненно, настолько мне было комфортно, вот я очень благодарна Дарье. Я сейчас не продаю ее, я просто вам говорю, вот Денис, с вами. Потому что мне было экологично, безопасно и очень действенно, потому что сейчас, когда что-то вдруг со мной происходит подобное, страха нет, оно вдруг неожиданно выкладывается. А, понятно, это еще оттуда, я не доработала, можно сделать вот это, и вот тогда у меня все. И вот я прям вот это начала отслеживать, поэтому я прям рекомендую обязательно это. в Дарье Петербурге. Вот я тебе рассказывала, ну да, пять пунктов. Я тебе рассказывала, что действительно есть огромное количество разных методов, есть один из методов очень классный тоже. Ну, опять же, кто как с этим работает, какие тренеры, да, какие психологи, есть системные расстановки, и они тоже очень хорошо могут работать как раз с родовыми программами, страхами. Потому что вот про то, что когда мы это перенимаем от своих родственников, от своих предков, оно вдруг здесь вылазит, что это на самом деле не твое, и нужно просто разорвать эту связь, что это не мое, и ты перестаешь это испытывать. Все, то есть оно выходит из твоей жизни, Ты начинаешь жить просто по-другому, да. Кто-то говорит, ой, вы придумываете, да вот это вот все, да это все фигня. Ну, на самом деле, очень многие это попробовали, это не фигня. И вот если вам действительно вы не можете справиться самостоятельно, то обязательно обращайтесь к специалистам. Ну, а вообще, по-любому, вот пять пунктов, которые мы сегодня назвали, я думаю, что это как раз выход туда, за зону комфорта, которая поможет это. Что мы говорим? Да, самое интересное, ты сейчас классную фразу сказала, что это все те пункты, это выход из зоны комфорта, потому что человек будет настолько, если он привык сидеть в зоне комфорта, он будет смиряться со своим страхом, он будет приспосабливаться, чтобы его просто ослабить, но не пойдет к специалисту, он не начнет над собой работать, он не начнет каких-то действий и так далее. И мы снова начинаем, то есть действительно человеку иногда просто классно жить в своей коробочке. Ну, вот в коробочке. Ну, не классно, он просто не выходит оттуда. Тань, классно! Понимаешь, это мы с тобой уже вышли на тот уровень. Тогда нужно одеть паранжу, спрятаться в свою ракушку и кайфовать. Да. И что, и жизнь закончится. На смертном адре скажу, я сделала все, что могла. Вау! И будет безумно, знаешь, как будет обидно за бесцельно прожитые годы. Могла, но не делала. Ничего. Так. Ни для себя не сделала, ни для своей семьи не сделала, ни для детей не сделала, ни для своего окружения не сделала, ни для кого. Вау! Круто пожила! И самый прикол, знаешь, в чем? Что это уровень ответственности этого человека. Он не хочет взять ответственность за свою жизнь и просто что-то сделать по-другому. Все. Тань, и таких людей очень много. Просто мы сейчас с тобой вышли немножко в другое окружение тех людей, которые хотят менять свою жизнь. И когда ты хочешь что-то изменить, тебя что-то, значит, не устраивает. И ты начинаешь искать разные инструменты, и в том числе работать с установками, со страхами, с убеждениями, с какими-то программами или еще что-то. То есть ты начинаешь искать способы для того, чтобы избавиться от этого. Ну, чтобы сделать себя идеальную. И жизнь свою идеальную. Ну, а-ля! Да, да. Я хочу к идеалу. Да, ты начинаешь брать ответственность за все, что происходит в твоей жизни в свои руки, и ты начинаешь идти, даже если это трудно, страшно, но ты все равно это делаешь. И есть огромное количество людей, которые не хотят этого делать. И важно просто принять, что такие люди тоже есть. Пирамида Москва у самый нижний уровень. Поспал, извините, грубо скажу, пожрал, и позанимался кое-чем. Все. Да, да, да. Ну, к сожалению, так. Не к сожалению так. Так устроен мир, так оно есть, и просто как бы есть разные люди. Я не подозревала, когда я начала консультировать именно в нумерологии, я увидела разных людей, даже те, кто приходит, но дальше ничего не хочет делать, когда ты ему выкладываешь все на блюдечки, ему нужно просто начать что-то менять в своей жизни, но они не делают. И ты помнишь, да, что я тебе рассказывала, что мне сначала было очень плохо, потому что, ну как так, я рассказала человеку ничего не делать, мне некомфортно. Но когда я сказала, что моя ответственность просто передать, рассказать, помочь, открыть пути, дальше ответственность человека. Все. И мне стало легче, потому что в тот момент меня прям накрывало, то есть мне прям было плохо. Ну, это действительно, ну... Ну, опять же, опять же, опять же, вот смотри, Даш, опять же в данной ситуации я могу сказать, что не знаете, что это люди плохие, они просто так привыкли, так хотят делать. Мы никоим образом не говорим, что они плохие, или они там какие-то бессовестные. Нет, это их просто выбор. Их выбор, да. Это их выбор, да. Я, конечно, очень счастлива, что в нашем с тобой окружении огромное количество людей, которые другие, которые не на первых... Паровозы, паровозы, ракеты. Кто-то, конечно, и вагончики, но главное хоть вагончик за паровозом куда-нибудь, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, ну хоть что-нибудь сделать. Или те, которые прикрепились и так... Это из моей истории. Да, да, да. Мне так интереснее жить. Вот моя жизнь интереснее становится, когда действительно вот ты постоянно вот из-за такой маленькой вот зоны комфорта делаешь ее больше, 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 больше. И тогда получается, мир-то огромен, вселенная-то громадная, столько интересного, столько возможностей, столько вообще сладкого, вкусного, ну а-ля сладкого, я не имею в виду шоколадки там, столько всего возможно вообще практически добиться, достичь, увидеть, увидеть мир, увидеть все в жизни, быть красивой, молодой, умной, жизнерадостной, вырастить здоровых, красивых детей, дать им возможность и в другие страны поехать жить, как я отправила детей в Америку, да, дать возможность учиться в каких-то более таких масштабных, шикарных вещах. У нас осталось 10 секунд с тобой. Главное, не бояться. Мы с Сеней, прощаемся. Да.